Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня почтим Архангела Божия Гавриила. Непременно его надо почтить, потому что он настолько значим. Мы даже поначалу, может быть, этого не представляем. Обычно мы почитаем, как тут так сложилось, что Архангел Михаил, архистратик небесных войск, как такой победитель, неспровергатель дьявольских сил с горнего мира, как тот, которому мы молимся в защите. Но на самом деле, если мы возьмем Священное Писание, то именно про Архангела Гавриила больше и подробнее сказано. Это единственный ангел, ну почти единственный, все-таки там есть еще вот Рафаил, который говорил про себя тоже. Да, и, кстати, Рафаил в книге Тавита говорит, что я один из семи духов, то есть семи ангельских, семи высших ангелов, которые приносят пред Богом молитвы людей. И вот мы верим, что Архангел Гавриил, он тоже один из этих семи высших ангелов, как и Михаил, который вообще первый ангел. Но вот Гавриил, он в том числе говорит нечто и о себе. Он говорит, я говорил предстоящий пред Богом, возвещает он Захарий и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. Да, и вот не надо думать, что он просто вот, ну какой-то такой вот ничего не значащий вестник, да, который просто вот пришел, что-то возвестил. Само имя Гавриил означает крепость Божия, мощь Божия. И мы видим, как он, конечно же, вот по воле Божией, какую он проявляет строгость, взыскивая, так сказать, вот Захарий, отца Иоанна Крестителя, за его неверие, да, тот наказан нематой. То есть, когда нужно, ангелы, они могут даже достаточно строго так наказывать. Вот, вообще в целом о Архангеле Гаврииле целых четыре текста в Священном Писании, и это много, если говорить вообще, ну сравнивая с другими ангельскими силами. И когда мы приходим в храм, то что мы видим? Мы видим иконостас, а в центре иконостаса мы видим царские врата, а на царских вратах что изображено? Вообще, почему они царские? Царские, потому что сам Царь Славы, Господь наш Иисус Христос, на литургии проходит через них в святых тайнах, да, в дарах Евхаристии люди причащаются. Вот на царских вратах, конечно же, изображаются четыре евангелиста, благовестия, но в центре все-таки икона, образ благовещения Христова, потому что благовещение – это как бы есть то, что вот более всего выражает благую весть, то есть Евангелие. Евангелие переводится как благовесть, а праздник благовещения, он отражает самую суть этого, и это ведь праздник архангела Гавриила. Он изображен на царских вратах, да, то есть он как бы тоже приблизился вот к этому центру всех таинственных судеб мира, потому что в центре именно воплощения Господа, Бога, ради спасения людей, ради жертвенной смерти и воскресения, и вот именно Гавриил, он созерцает эти удивительные тайны, он изображается, есть такая вот древняя икона, ангел золотые волосы, да, как образ такого сияния его, благодатью Божией, потому что золото в иконографии – это образ божественной благодати, он причастник высочайших божественных тайн, и вот символ чего это еще и в данном случае? символ того, что Гавриил, он сподобился от Господа особого тайнозрения, да, то есть как вот особое доверенное лицо, которое не спосылается в наш мир для сообщения удивительных и чудных тайн, и вот мы упоминаем благовестие прежде всего Иоанна Претечи, да, а затем и благовестие Девы Марии, а почему? Потому что Иоанн Претечи – это как бы вот все, это запечатление ветхозаветных пророчеств и начало новозаветного откровения, а Деве Марии уже он благовествует самую такую страшную действительно тайну, которую не могут постичь другие ангелы, и другим ангелам это не было открыто, тем более бесы, демонические силы, они не могли даже сподобиться и близко таких откровений и знаний, а вот архангел Гавриил именно это и благовествует, мы читаем, что когда он нисходит к Деве Марии, он говорит «Радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенный ты между женами». И, конечно же, по смирению она поначалу не может понять, о чем идет речь, но архангел Гавриил тогда вновь говорит «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». То есть он благовествует, архангел Гавриил, рождение Спасителя, самое таинственное, самое сокровенное, самое значимое во всем божественном откровении, именно он это благовествует. И архангел Гавриил предсказывает о Христе, где он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, то есть именно он в нем исполнение ветхозаветных пророчеств, и он станет подлинным царем, как было обещано Давиду, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца. Гавриил возвещает именно небесное, вечное, бесконечное царство. И, конечно же, именно Гавриил, он свидетель смирения Девы Марии. Она спрашивает, как будет это, когда я мужа не знаю. И вот то, что мы читаем дальше, говорится нам, что именно архангел Гавриил из всех остальных ангельских сил, он выделен вот этой особой Божьей милостью, потому что он благовествует самую сокровенную тайну. Повторим, что бесы этого, в принципе, не знали. Люди, конечно же, не могли понять, но даже и другим ангелам этого не открывалось. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречится Сыном Божиим. То есть он благовествует фактически, он является зрителем, созерцателем самой главной тайной Священного Писания, вообще Божественного Откровения, вообще всей истории человечества и Вселенной. Это какая главная тайна? Это воплощение Бога. То есть что Господь неизреченный, невыразимый, неописуемый, которого мы не можем никакими красками, ни в каких пределах никак очертить, он становится ограниченным, в пределах чувств, положенным человеком, маленьким младенцем, во едином лице, Бог и человек. И вот именно эту тайну созерцает архангел Гавриил. И, конечно же, Пресвятая Дева отвечает, вот, раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел, то есть когда он засвидетельствовал вот это вот смиренное принятие Девой Марии воли Божией. То есть архангел Гавриил, это именно благовестник высочайших тайн. А чтобы быть благовестником, нужно сподобиться этого созерцания. А чтобы сподобиться созерцания, нужно глубины своей собственной, в данном случае, ангельской природы, чтобы они настолько были обращены к Богу, как зеркало, которое всецело отражает солнце. И, конечно, все ангелы таковые, но архангел Гавриил среди них выделяется. В X веке на Афоне, там в одной келье, произошло такое чудесное тоже событие, когда, ну, там очень много кельей, где, допустим, старец, вот, или с учениками, они пребывают в молитве, и там старец с послушником пребывал. А сам старец, это было накануне воскресного дня, он ушел на все ночные в монастырь, остался послушник, и вдруг в келье стучился какой-то инок смиренный. Послушник открывает ему, и они вместе молились. И вот в конце этого моления послушник читает, как положено, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова росшую, сущую Богородицу тебя величаю. Вот если посмотреть, основные чинопоследования монашеские, они заканчиваются вот именно такие слова. Но вот этот вот странник, который неизвестно откуда появился, он говорит, а вот у нас читают не так. И он произносит вот эти предварительные слова, которые и были запечатлены. «Достойно есть, якого истину, блажите тебя, Богородицу, призноблаженную и пренепорочную, и матерь Бога нашего». И когда он уходил из кельи, то он приставился смиренный Гавриил. И вот потом старец, вернувшийся в келью, он объяснил, что это был архангел Гавриил, который тоже оставляет нам эту удивительную молитву Божьей Матери. Она наполнена такими богословскими истинами. И это действительно такое ангельское ведение, открытое людям. Архангел Гавриил, почему он является именно в Новом Завете? Да потому что и в Ветхом Завете именно он благовествовал, вот он благовествовал пророку Даниилу, открывал удивительные тайны, которые касались последних судеб мира. Вот все любят рассуждать об этих последних судьбах, страшиться, пугать друг друга. Ну действительно, там есть чего испугаться. И архангел Гавриил, он являлся пророку Даниилу. И там мы что читаем? Что поначалу самому Даниилу даны были какие-то вот видения, которых он не мог понять. И там какой-то вот овен с рогами, там один рог возвышается и ведет он себя надменно. Потом какой-то козел, который его попирает, и там еще чего-то. И какие-то вот странные процессы происходят. И вот он пишет, «Когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины улая, улай – это в данном случае река, там, где он находился, это сузы, это восточные вот эти, ну, недоперсидские там территории, то, что рядом находится. И, значит, вот он услышал голос человеческий, который возвал и сказал, «Гавриил, объясни ему это видение». То есть, вот это впервые, когда упоминается архангел Гавриил, и он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. То есть, явление ангельских сил, оно всегда выражает, вот такой, влечет за собой, такой особый священный трепет, что человек не может, не колеблясь, ощущать вот присутствие высших ангельских сил, он приходит в страх, трепет, в такой вот священный ужас, и в данном случае он даже падает низ от явления при изобильной благодати Божией. И сказал он мне, «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое, и сказал, «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни». Ибо это относится к концу определенного времени. Ну, там вот именно определенное время, и это еще не совсем, так сказать, уже крайние, так сказать, года нашей истории, это то, что вот после Даниила различные там, он объясняет, что там вот эти Авенда, козел Косматы и так далее, то там царь Медийский и Персидский, там и царь Греции, и потом четыре царства, которые сменяли друг друга. И мы знаем, что многие такие цари, они вели себя надменно, беззаконно и противоборствовали в том числе и богоизбранному народу. Но вот в том числе там и есть некоторые откровения, они проглядывают. То есть, архангел Гавриил предвещает и нечто о вот эсхатологических судьбах, то есть, о самых последних временах. И что же он говорит, что под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится силой его, хотя и не его силую, а, понятно, силую дьяволу, и он будет производить удивительное опустошение и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И приуме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется. Речь идет, конечно же, про антихриста, который дьяволовой силой будет искушать, обольщать народы, превознесется и среди мира погубит многих и против владыки владык восстанет. То есть, вот о чем предвещает архангел Гавриил. Ну, в общем, все, что мы знаем, конечно же, из Откровения о последних временах, это вот началось еще с Откровения Архангела Гавриила. И что же самое главное? Понимаете, мы, конечно, можем много тут фантазий своих человеческих прибавлять, но мы не будем этого делать, потому что Архангел Гавриил открывает главное, что вот так против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. То есть, конечно же, все это будет, но Антихрист будет сокрушен и не рукой человеческой. Вот как святитель Игнатий Бринчанинов в свое время писал, что отступление умножилось и будет возрастать, и вот не покусись остановить его своей немощной рукою, потому что иначе просто это тебя все сметет, и ты и мира не спасешь, и самого себя погубишь. Ты вот наблюдая за собой, самого себя созидать, в своей собственной душе устраивать царство Христово, царство Божие, и тогда избежишь царства Антихриста. Если над тобой не будут владеть греховные страсти, которые нас искушают ежедневно, то как тебя, как тобой завладеют Антихрист? Антихрист это слуга сатаны, а раз он слуга сатаны, то ты сам не будь рабом сатаны, и тогда избежишь царства Антихриста. Тот, кто побеждает искушение вражии, тот окажется выше этих антихристовых каких-то искушений, потому что благодать Божия пребудет с таким христианином. И вот дальше архангел Гавриил, он еще раз является пророку Даниилу, когда тот молился и очень смиренно каялся, исповедовался в грехах своих и грехах всего народа, то вот после такой пространной молитвы, это девятая глава пророка Даниила, читаемый, и там сказано, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, да, то есть то время, ну сам Даниил, конечно, находился очень далеко от Иерусалима, но это вот то время, когда обычно совершались жертвы, но сейчас-то все, конечно, в пленении, все было порушено, но времена эти помнились, в какое время совершались богослужения, молитвы при храме, и вот в это именно время является архангел Гавриил и вразумлял меня, говорил со мной и сказал, Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению, вот это, кстати, очень важные слова, что именно архангел Гавриил способен тоже даровать определенное разумение божьих тайн, разумение священного писания, и ведь он и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, он соприкоснулся с самыми главными тайнами, то есть такое вот тайна из тайн, которые открыты в Библии, вот это благовестал Гавриил, и поэтому он может нам помочь все это уразуметь, и значит ему мы должны молиться, архангел Гавриилу, чтобы он просветил наш ум знанием священного писания, чтобы мы не фантазиями, не какими-то мечтаниями, не страхами человеческими были движимы, а мы все-таки духом Слово Божие воодушевлялись каждый день, и пусть нам поможет в этом святой архангел Божий Гавриил, вот он продолжает, что я исшел, чтобы научить тебе разумению, в начале моления твоего вышло Слово, и я пришел возвестить его тебе, и вот дальше именно архангел Гавриил возвещает 77, все, конечно, слышали, что в Ветхом Завете про это говорилось, про 77, которые будут предшествовать Христу, и вот именно Гавриил архангел это возвестил пророку Даниилу, 77 определены для народа твоего, и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. Именно архангел Гавриил, он и в Ветхом Завете все это прозревает, Господь ему дает открыть это людям, что именно, то, что пройдет определенный срок, вот Ветхозаветный богоизбранный народ, он наказуем за свое отступление, и вот нужно некоторое время для покаяния, для смирения, чтобы покрыты были преступления, сказано, запечатаны грехи, но и тут же как бы, понимаете, это предвозвещение о Христе, который прольет кровь свою, чтобы заглажены были беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, ибо только во Христе мы получаем все подлинные оправдания, а человек оправдывается только во Христе, ибо во Христе человек соединяется с Господом Богом, а почему сказано, чтобы запечатаны были видения и пророк, ну то есть вот эти ветхозаветные откровения, закон Моисеев, как видение, и пророк, то есть пророческие предвестия, они запечатываются, то завершаются к моменту явления самого Христа, и поэтому Иоанн Креститель, это есть как бы вот эта печать пророков, последнее, все, после него уже нет, ибо он как бы от лица всех ветхозаветных пророков встречает Спасителя и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и это возвещает Гавриил, и он говорит, чтобы помазан был Святой Святых, Святой Святых, это именно Господь наш Иисус Христос, на Которого в день Богоявления, Крещения нисходит Святой Дух в виде голубей, это вот символически говорит, что как бы он помазан Святой Святых, потому что помазание сообщало особую харизму, дары Духа Святого, конечно, во Христе, поскольку он предвечный вот по Божеству Господь, он всегда был не разделен от Святого Духа, и по-человечески он с воплощения, но ради вот указания людям является вот это вот, и дается это откровение, сошествие Святого Духа, и так узнает, что он и есть помазанный Духом Святым. «И так знай и разумей», продолжает Архангел Гавриил, «с того времени, как выйдет повеление об остановлении Иерусалима». Вот это просто удивительное откровение, и странно, что еврейский народ не внял этому, и плохо считали, а может быть и не хотели считать, больше считали свои шаги в субботу, приглядывали, как бы кто там в субботу чего не сделал, вот апостол, они там растирали зерна на поле, вкушали в день субботний, вот мол нельзя, и мелочно все считали, считали, а посчитать седмины Даниила не захотели. Так вот, и сейчас странно, что еврейский народ как бы мимо проходит вот этих откровений, а ведь это Ветхий Завет, тогда говорится, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И, конечно, исторически там разные тоже высказываются версии, от чего считать, потому что царь Кир пытался такой указ издавать, чтобы восстановить храм, но и также и стены, но там мешали окружавшие народы, те, кто в Самарии жили и другие. Потом еще там пытались находить и Дарии, и другие, но больше, наверное, подходит к царю Артаксерксу, при котором действительно вот то, что сказано про стены города, то, что обстроятся улицы и стены, и действительно строились около полувека, то есть в начале семь седмин, то есть это, ну, седмины это семь лет, то есть семь седмин сорок девять лет, да и храм восстанавливался действительно достаточно долго, помните, когда спасителя пытались обличить иудеи, они что говорили, что вот этот храм строился сорок шесть лет, и ты хочешь в три дня воздвигнуть его, ну, они неправильно поняли, Христа, когда он говорил, что вот он говорил о храме тела своего, что вы разрушите храм и в три дня воздвигнут его, это потом исполнилось, когда он на третий день воскрес, но он же, но там же проглядывает вот это вот знание иудеев, что храм Соломона в свое время восстанавливался практически вот эти вот семь седмин, то есть сказано семь седмин и шестьдесят две седмины, то есть семь седмин на восстановление Иерусалима, храма и стен города, то есть на стены тоже какое-то время требовалось, а после этого уже шестьдесят две седмины, то есть семь лет и вот так вот шестьдесят два раза, кто хочет, может взять калькулятор, посчитать, но это в целом как раз выпадает на эпоху уже Господа Иисуса Христа, кто-то пытается подтянуть как бы к Рождеству, но больше, наверное, это уже ко времени страданий Христовых и Его воскресения, а может быть общественной проповеди, ну два-три года сейчас мы не можем иметь речи, потому что сейчас очень трудно высчитывать детально хронологию той эпохи, но в целом все признают, что в эпохальном смысле это совпадает со временем жизни Господа Иисуса Христа, и вот там сказано еще удивительная вещь, что Гавриил предсказывал и по истечении вот этих шестидесяти двух седмин после восстановления храма предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет и конец его будет как от наводнения, то есть Христа действительно распяли, предали смерти и Христос уже не пребывал в народе еврейском, то есть богоизбранном и не будет сказано, он уже не будет пребывать с богоизбранным народом, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Это римляне, разрушившие Иерусалим и по камням разобравшие храм Соломонов в 70-м году, потом еще раз разрушали, те пытались восстанавливать и потом все рассеяны были, но тут же сказано самое главное. Про те времена говорилось, конечно, до конца войны будут опустошения, это все действительно, но самое главное и утвердит завет для многих одна седмина, тут вот немножко неясно и по-разному трактуют святые отцы, а в половине седмины прекратится жертва и приношение и на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. И видимо здесь вот некое уже предвестие про последние, самые последние судьбы мира, когда вот как бы последние семь лет и там три с половиной года и некоторые благодаря проповеди Ильи и Еноха они покаятся, обратятся ко Господу, а другие нет и в половине прекратятся жертвы и приношения, то есть Антихрист начнет царствовать и он будет царствовать три с половиной года, устанавливает вот эти мерзость запустения, но чем это завершится? Окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя, то есть Антихриста постигнет вот эта вот гибель. И мы видим, что Архангел Гавриил, он как бы находится при вот самых ключевых откровениях. Он Даниилу предвещает о грядущем Христе, вот эти седмины. Он затем уже Захарии благовествует о рождении последнего пророка Иоанна Претечи. И после этого он же, Архангел Гавриил, благовествует уже Деве Марии воплощение Сына Божия, что именно Духом Святым от нее родится сам Господь, предвечный Бог, и станет Спасителем рода человеческого. Ну и он же, Архангел Гавриил, дает вот некие намеки, откровения о будущих временах, когда мерзое запустение с Царством Антихристова царицы, но открыто нам, что рухнет это Царство и не устоит, так что надо будет всего лишь немножко потерпеть тем, кто доживет до тех времен. И вот мы видим, что Архангел Гавриил, он действительно такой вот ангел благовествующей страшной тайны, он достаточно мощный, крепкий небесный служитель, и поэтому вот забывать его нам никак нельзя. В наших молитвах мы должны именно к нему обращаться, чтобы он просвещал наш ум к разумению вот этих божественных тайн. И не только в этом. Наши современники Владимир и Екатерина они вот сами рассказывали о себе, как у них долгое время не получалось родить детей на протяжении 13 лет вот начинают выкидыш, начинают опять выкидыш, вот три выкидыша, и тогда вот подумали, что действительно, вот видимо, мы отступаем от Господа, стали молиться уже ближе к храму, но опять выкидыш четвертый раз, да, потом пятый раз выкидыш, и казалось уже отчаяние, но вот они поехали к мощам святителя Николая Чудотворца в город Бари, там на коленях со слезами молились, чтобы Господь подал им ребенка, и вот через год именно на праздник Благовещения Божьей Матери 7 апреля, ну по новому стилю 7 апреля, они узнают тоже вот радостную такую благую весть, что супруга, получается, она беременна, конечно, пять до этого неудачно, и страхи тоже, что будет и как, и вот после этого как раз вот супругу Владимиру, ему ночью вот в таком сонном видении явился ангел, который как бы призывает его, и вот Владимир, он пытается как бы идти за ним, и тут вот этот вот коридор, тоннель, это вот трудно описать, потому что наших вещественных стен там нет, но как некий вот именно тоннель, когда после клинической смерти некоторые возвращаются, вот они говорят, что как бы проходят через тоннель, и он как бы тоже туда, и вот ангел вдруг его останавливает, говорит, что нет, тебе еще нельзя, тебе рано, потому что у тебя будут дети, и потом вот именно в храме он увидел икону архангела Гавриила, и узнал, кто ему явился, благоуставал вот эту вот радость, потом у них рождается действительно дочка, а через два года еще родился сын, то есть как вот сказано было в этом откровении, что у тебя будут именно дети, то есть архангел Гавриил, он в том числе помогает тем, кто бесплоден, или у кого с родами вообще тяжело, да, или вот бывают выкидыши, поэтому ему тоже надо молиться о рождении чада, и вот об этом мы и хотели сегодня напомнить, что архангел Гавриил, это ангел Божий, который пред престолом Божием, как в книге Тавит, они возносят молитвы людей пред лицо Божие, они нас слышат, они участвуют в судьбах мира, и поэтому, когда мы молимся им, то и они тем быстрее могут откликнуться на наши молитвы, вот давайте братья и сестры, будем именно молиться архангелу Гавриилу, чтобы он не оставлял нас своей благодатной помощью, ну и, конечно же, через вот такую молитву, чтобы мы все ближе-ближе были к постижению тайны Евангелия, которая явлена была нам через благовещение архангела Гавриила при святой Деве Марии. Святые архангели, Божии Гавриили, моли Бога о нас. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok